Итак, всем привет! Меня часто уже и много просили снимать какие-нибудь национальные рецепты, национальные блюда. И вот я начинаю помаленьку выполнять эти наказы трудящихся. И сегодня прекрасная Фатима, сейчас мы познакомимся с ней. Это он у нас дома. Да, да, да. Покажет один рецепт. Здравствуйте! Что мы сегодня готовим? Привет у тебя! Мы сегодня готовим куртоп. Куртоп? Да, куртоп. Что же это за блюдо такое? Насловно переводится вода и курт. Сегодня на базаре с вами. Вода и курт, вода и сыр. Куртоп такой ели. И мы уже это начали делать. Вот, Фатима, что это такое взбалтывается? Это чака. Вы переводите, пожалуйста, потому что мы не знаем... Это кисломолочный творог. Ага. Кислотворог. Вот мы его развели с водой. Он просто развивается с водой в какой пропорции? В любое, в какую консистенцию хотите. Ага. В зависимости от вкуса. Да. Нам нужно будет помидоры, зелень, лук, чака и масло льняное. Обязательно? Нет, можно растительное, можно... Хлопковое? Сливочное, хлопковое. Но я люблю льняное. И тарелка у нас должна быть. Деревянная? Деревянная. Обязательно? Да. Это блюдо готовится с деревянной пленки. Так. И лепешка. Фатир. Фатир. Так. Сейчас мы будем жарить лук. Значит, это мы размешали с водой. Угу. Теперь мы жарим лук. Сейчас мы будем жарить лук. Нарезается полукольцами или меньше. Кому как нравится. Опять же, опять же, в зависимости от ваших пристрастий. Вообще, настоящий курутов готовится из круто. Вот такой кругленький. Мы сегодня едем. Да, да, да. Вот его разводят с водой. И готовят так. А я люблю чакку. А круто чаки чем отличаются? Круто-то он сухой. А, он сушеный. Товереный цвет. Он высушенный на солнце. А лука прям, вот я смотрю, очень много. Да, я люблю много жареного лука. Чем больше лука, тем вкуснее. Ну, нравится. Сковородка разогрелась. И у него масло. Масло тоже должно разогреться. Да. Сейчас будем жарить лук. Лук у нас уже готов. Вообще, все готовят по-разному. Ну, это естественно. Каждый хозяйка свой лецепт. Да. Сковородка не маленькая, нормальная? Нормальная. Кажется, лука много. Ну, ничего, мы его положим в салат. И лук должен жариться до... Золотистый хлопчик. Ну, золотистый хлопчик, обычное дело. Понимаете. У меня сестра когда-то приезжает из России, из Казани. Она ест это блюдо и на завтрак, и на обед, и на ужин. Она очень его любит. Шкварчит уже аппетитно. Так вот, крошить лепешку. А, лепешка крошится? Да. Простуя приготовление бленда. Я вот, может, буду задавать глупые вопросы, а вот лепешка, она, к ней какие-то особые требования. Какая вам важна? Она должна быть жесткая. Видите, как она сделана. Ну, это пресная лепешка, обыкновенная. Да, да. Жестковатая должна быть. Подсушенная такая. Да. Не подсушенная, это фатир. Он жесткий. А, он такой есть. А почему тарелка деревянная, обязательно? Что? Это традиция. Это традиция. Тарелки кушали из таких. Тарелок раньше же. Ну, просто некоторые хозяйки скажут, ну, где же мне взять деревянную тарелку. Можно обычную. Можно обычную. Но если есть деревянная, то это хорошо. Сейчас мы это сейчас заливаем. Немножко добавим воды. А зачем воды? Чтобы хлеб, лепешка размятла и была более такая сочная. Кипяток или все равно? Кипяток. Кипяток. Зеленый лук, кинза и базилик. И это просто мельчится. Но даже не сильно мелко. И опять же, как кому нравится. Да, как кому нравится. Но у нас таджики мелко-мелко его режут. Зелень порезана. Лук дожаривается. Прямо сюда крошить помидор. Помидорчик. Можно мелко, но мне нравится покрупнее. Можно делать салат с луком, с зеленью и потом перемешать. Но я вот так вот нарезаю. Помидоры. И распределяются по всей поверхности блюда. И селим помидорчик. И выключаем наш лук. Он уже готов. Можно резать на разделочной доске. Но я не люблю. Кто как приспособится. Лучше сразу сюда. Можно сюда положить соленую морковку. У нас ложится соленую. Соленые огурцы. Вместе с помидорами. Потому что гораст. Да. Мясо можно положить. И теперь зелень. Все. Готово. Опробовать. Будем сейчас. Оно немножко должно питаться. Мы подождем. Потерпим и подождем. До красоты. Кто хочет. Острый пирец. Вот так это выглядит. Даже страшно прикасаться. Смысленно. Не то что страшно. А необычно все. Забыли мы сказать про соль. Да. Соль мы кладем. Когда разводим чоку с водой. И сколько нужно-то вот. Тоже все на глаз. На глаз. Ну да. Поменьше соли. Кто побольше. То как суп. Да. Как суп. Все на глаз. Ну что может детям дадим попробовать. Попробуем на детях. Да Лера иди сюда. Пришел мой сынишка. Да. Он очень любит. Попробует. И даст свою оценку. Маминому произведению искусства. Это не искусство. Не искусство? Нет. А что это? Нуга. Что такое другое? Это вообще не искусство. Искусство другое. Ну давай ты руками. Круток пушует руками. Пожалуйста. Давай кушай. Пусти. Давайте я ее вытащу. Не можешь ее схватить. Чаку еще положить? Не жесткая? Кислое? Но оно должно быть кислое. Давай я тебе вот этот полью. В общем у меня нет сил уже больше терпеть, я начинаю есть. Давайте ешьте. Очень непривычный для меня вкус, но безусловно вкусно и очень сытно. Так что попробуйте, может понравится и вам.